Вернувшись от камеры, она плачет, потому что спустя почти двое суток маме Ольге Фокиной это кажется чудом. Ваня продержался. Ситуацию со здоровьем мальчика лично контролирует министр здравоохранения Вероника Скворцова. Все сделали, контрастировали, головной внутри нормально, все остальные пожилочки свободные, кровоизлияния нет. Жив, ранен, обморожен. 35 часов на 20-градусном холоде, в завале. Но у 11-месячного мальчика оказался очень сильный характер, поразивший даже самых опытных врачей, которые много раз спасали детские жизни. Сейчас надо все это прожить. Это не быстрое дело. Сегодняшнюю ночь Ваня провел в Москве, ведущем центре детской хирургии и травматологии Леонида Рашаля. Он спит, потребляет глюкозу. Обмороженная ножка порозовела. За здоровье и жизнь малыша борются лучшие врачи. Команда прекрасно сработала. Я вот пользуюсь случаем, хочу сказать, во-первых, огромное спасибо магнитогорским медикам, потому что через 5-7 минут уже скорая помощь, все реанимобили были на местах. Мальчику лучше, это уже видно. Первые сутки перевязки, рентген, анализы, наблюдения и усиленная терапия. За состоянием Вани следит бригада реаниматологов. Сейчас ему нужно восстановиться и, может быть, набрать немного веса. Только после этого специалисты назначат дату операции на поврежденные ножки. Никаких шагов кардинальных не будет. Никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого тяжелого состояния, тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. За спасенным из-под завалов малышом в Магнитогорск накануне прилетел спецборд из Москвы. Так, порода, держим. Прямо в самолете ребенку провели интенсивную терапию. Полет он перенес нормально. После приземления закутанного в одеяло Ваню Фокина прямо со взлетно-посадочной полосы увозят на реанимобиле в клинику. Врачи погрузили мальчика в медикаментозный сон. Рядом мама. Ольга сама медсестра и все понимает. Здесь же психолог. Уговаривает поспать. Но из Магнитогорска звонки. На телефоне отец мальчика. Евгений Фокин тоже разбирал завалы. Он переоделся в спецодежду, чтобы пробраться в зону ЧС. И лично участвовал в спасении сына. Голос дрожит и срывается до сих пор. Главный вопрос о здоровье Вани. Жена сказала, что стабильное, есть улучшение. Небольшое, но есть улучшение. Хочу поблагодарить всех спасателей, которые принимали участие. Евгений уже обратился за новыми документами для всей семьи. Ждать это сложно, мучительно. Но здесь, в клинике, не тратят зря ни одной секунды. В палате постоянно дежурит сестра, фиксируя каждый удар детского сердца, ритм которого немного сбился от пережитого. Кто не знает, сколько сил потребуется маленькому Ване, чтобы выдержать несколько недель интенсивной терапии, операции и полностью выздороветь и улететь домой. Алена Рогозина, Николай Ломакин и Петр Белиникин. Вести.